Сегодня утром в нашем регионе задержали педофила. В ночь на 4 мая 25-летний мужчина, место жительства в Следственном комитете не уточняют, надругался над 4-летней дочерью своего друга. А в Коврове, в празднике, в одном из общежитий погиб новорожденный ребенок. Трагедия произошла вечером 1 мая. 19-летняя студентка одного из вузов родила девочку прямо в комнате общежития. Якобы после родов сразу же она потеряла сознание, а когда пришла в себя, то обнаружила рядом мертвого ребенка. Доверять полностью показаниям женщины пока следователю не приходится, она не очень-то откровенна. Об этом можно судить даже потому, что после родов на следующий день, оставив вот это тельце ребенка в комнате общежития, она уехала в пригород к маме. И там ей стало плохо, была вызвана скорая помощь, которая доставила ее в городскую больницу. Врачи сразу отметили, проблема со здоровьем, следствие неквалифицированных родов. К специалистам девушка не обращалась и на учете по беременности не числилась. Эта халатность и стала причиной смерти ребенка. Девочка умерла от тяжелой асфиксии, потому что ей вовремя не прочистили дыхательные пути. Следователи не исключают, что нерадивой матери будет предъявлено уголовное обвинение. Владимирские спасатели на майские праздники тоже без работы не остались. В передрягу попали любители экстремального отдыха, а именно две экспедиции байдарочников, которые вышли на воду без разрешения. 1 мая две лодки перевернулись на реке Лух. Четверых туристов из Нижнего Новгорода вытащили из воды спасатели. А два дня назад еще одна байдарка потерялась на Клязьме в районе Гороховца. Без помощи службы навигации туристы не смогли сориентироваться на местности. Пока период навигации не открыт, специалисты на водоемах не работают. Соответственно, риск несчастных случаев возрастает многократно. В связи с этими двумя происшествиями хочется напомнить гостям и жителям Владимирской области, то что выход на реки на маломерных судах до окончания паводкового периода категорически запрещен. Между тем, пик паводка в регионе миновал. Уровень воды в реках области постепенно понижается. Только АК продолжает разливаться. В ближайшее время вода там может подняться еще на 5-7 сантиметров. Продолжение следует...